Урок перемен Признаки актуальности урока для вас Вы любознательный и увлекающийся человек Вам нравится начинать что-то новое, но не всегда хватает сил, решимости, увлеченности и упорства, чтобы довести начатое до конца Возможно, в детстве и юности обстоятельства вашей жизни складывались так, что вам часто приходилось переезжать с места на место В вашей жизни очень редкие периоды стабильности Вы не успеваете привыкнуть к чему-то новому, работе, местожительству, как опять все меняется, причем помимо вашей воли Нестабильность приводит вас к постоянному состоянию дискомфорта Но вы можете даже не осознавать этого, потому что это состояние стало привычным Вам очень трудно завязывать долгие, постоянные стабильные отношения На сознательном уровне вы можете стремиться именно к таким отношениям Но как только они намечаются, вам становится скучно Вы не приемлете однообразную рутинную работу Для вас трудно, а то и невозможно работать по стабильному графику Вам нравятся ситуации, в которых у вас есть много возможностей для выбора Но сам выбор вам делать очень трудно Ведь выбрав что-то одно, вы отсекаете прочие возможности Вам очень трудно смириться с ограничениями, предопределенностью и несвободой Которые, как вам представляется, последуют за вашим выбором Потому вы так часто медлите с принятием решений И зачастую оказываетесь вообще не в состоянии их принимать Принимая решение, вы пытаетесь руководствоваться голосом рассудка Взвешиваете все за и против, но это не приводит к позитивному результату Приняв таким образом решение, вы быстро убеждаетесь в его ошибочности И опять стремитесь все изменить У вас были сложности с выбором профессии Так как вас интересовало слишком многое И вы не могли определиться, что же нравится больше Возможно, у вас не одна, а несколько профессий И вы часто меняете места работы Если же вы, вопреки этим желаниям, держитесь за одну профессию и одно место работы Вам наверняка это уже очень сильно надоело И хочется перемен, но вы никак не можете на них решиться Вам трудно брать на себя какие-то долгосрочные обязательства Вы совершенно не уверены, что вам хватит сил и желания выполнить их Не исключено, что вас считают непостоянным, ненадежным человеком Вас это расстраивает, вы хотели бы быть надежным, ответственным, обстоятельным Но никак не получается Вы можете изо всех сил стремиться жить, как все Стабильной, налаженной, спокойной жизнью Но это приводит лишь к страданиям Спокойная, монотонная жизнь вам скучна А когда она рушится, что неизбежно периодически происходит Вы испытываете боль от того, что усилия напрасны И надо опять начинать все с нуля Задачи, которые необходимо решить в рамках урока перемен Принять необходимость и неизбежность перемен для себя Укорениться в духе и благодаря этому обрести внутреннюю стабильность Адаптироваться к переменам и извлекать из них благо Быть в потоке жизни, не сопротивляться ему, а управлять им Научиться чувствовать себя уверенно и комфортно Независимо от внешних обстоятельств Научиться доверять интуиции Действовать спонтанно Следовать своему сердцу, чтобы выбирать лучшие возможности для себя Постоянно учиться новому развиваться Используя перемены для своего блага Перемены единственное, что постоянно в вашей жизни Урок перемен проходят люди на протяжении многих прошлых воплощений Сопротивлявшиеся любым изменениям Стремившимся к стабильности вопреки всему Что плохого в стремлении к стабильности, спросите вы Что в этом неправильно? Неужели стабильность, покой, благополучие Противоречат задачам духа? Это не противоречит задачам духа Если вы ищете стабильности в духе, в своей божественной сути Ваш дух – вот единственный надежный оплот стабильности Но если вы не укоренены в духе, если не нашли связи с ним То весь ваш жизненный опыт будет лишать вас стабильности Ведь если вы ищете ее во внешнем мире Во внешних обстоятельствах вы ее не найдете Вы живете в мире перемен, не забывайте это И единственное, что стабильно – это божественный источник внутри вас Вы понимаете теперь, почему вы выбрали на данное воплощение урок перемен Вы это сделали для того, чтобы внешняя нестабильность И связанный с нею дискомфорт подвели вас к поиску стабильности Не вовне, а внутри себя Внешняя нестабильность нужна, чтобы вы нашли внутреннюю опору А не хватались за внешние иллюзорные и ненадежные опоры Как все это начиналось? Конечно же, еще до вашего рождения, когда вы договорились, что появитесь на свет именно в этой семье И будете жить и воспитываться именно с этими людьми Ваши близкие родители и воспитатели согласились быть катализаторами вашего урока Они могли проявлять себя по-разному в этой роли Одни из вас могли постоянно перемещаться с места на место вместе с родителями Если они по долгу службы вынуждены были то и дело переезжать Вы не успевали привыкнуть к новому городу и новым школьным друзьям Как приходилось снова сниматься с места И так снова и снова вы не успеваете привыкнуть как надо Отвыкать и привыкать к чему-то новому В итоге вы могли либо устать от этого кочевого образа жизни и начать стремиться к стабильности Либо наоборот привыкнуть к нему и в своей дальнейшей жизни превратиться в подобие щепки Которую волны гонят куда-то в неизвестность Других из вас, напротив, старались с детства приучить к стабильности и порядку От вас требовали соблюдения строгих правил и внушали, что главное – это покой и определенность В итоге вы могли либо открыто взбунтоваться против строгого порядка Либо, напротив, начать всеми силами приспосабливаться к нему Даже если вам для этого приходилось отказаться от своих собственных желаний и потребностей Но как бы вы ни вели себя в этой ситуации, вы неизбежно приходите к дискомфорту и страданиям Если вы сопротивляетесь переменам, вам приходится страдать, так как они все равно происходят Но только бесконтрольно заставая вас врасплох Если же вы, напротив, стремитесь к переменам, но при этом не обрелись связь с духом и у вас нет внутренней устойчивости Перемены становятся разрушительными для вас и вашей жизни У вас уходит почва из-под ног Вы превращаетесь в вечного скитальца, не способного причалить ни к одной гавани Если вы проходите урок перемен, то обречены на перемены, как бы не сопротивлялись им Единственное, что постоянно в вашей жизни, это перемены В этом и состоит основная коллизия вашего урока Где же выход? Он в том, чтобы укорениться в духе, почувствовать твердую почву под ногами и начать управлять переменами Вы можете научиться жить в стихии перемен, чувствуя себя при этом комфортно, используя перемены для собственного блага, находя в них возможности роста и развития Отработка урока перемен проходит в три фазы Первая фаза – обретение внутренней стабильности Вторая фаза – активация интуитивного интеллекта Третья фаза – серфинг на волнах жизни Если урок перемен для вас является второстепенным, то отработав его, вы можете прийти к спокойной, стабильной жизни Если же этот урок главный, то перемены будут сопровождать вас на протяжении всей жизни Но вы сможете адаптироваться к ним, научиться управлять ими и чувствовать себя комфортно, как в своей родной стихии Первая фаза – обретение внутренней стабильности Знаете, что за сила является единственно стабильной в мире? Это любовь Бога Любовь – это не чувство Это энергия и порождаемое ею состояние Вы можете жить в любви Бога постоянно Потому что ее источник у вас внутри В чем вы ищете стабильность? В материальном благополучии, в семье, в работе, в прочном, надежном доме Вы не найдете стабильности ни в чем этом, если ее нет у вас внутри Когда у вас внутри есть стабильность, вам не страшны никакие внешние перемены Вы можете переезжать с места на место и везде чувствовать себя как дома Потому что дом будет у вас внутри Обрести связь с духом и опору в нем – это и означает обрести дом, который всегда с вами Потому что ваша связь с духом – это связь с божественным домом, вашей настоящей Родины Вы забываете о том, откуда вы родом, когда приходите на землю Забываете для того, чтобы вспомнить Когда вы вспоминаете об этом, все меняется Вы обретаете силу для управления своей реальностью Вы обретаете созидательные возможности Чтобы перестать быть пешкой на волнах жизни А начать использовать силу этих волн для своего блага Весь мир – это энергия И вам даны возможности управления ею Но для этого надо обрести себя настоящего И свою настоящую опору, которая состоит из божественной любви Вас бросает с одной волны на другую не для того, чтобы вы мучились и страдали А для того, чтобы вы смогли обрести стабильность Несмотря на внешне нестабильные обстоятельства и даже вопреки им Вторая фаза – активация интуитивного интеллекта Вы можете жить благополучно и быть вполне успешным человеком Даже невзирая на нескончаемые перемены А может и благодаря им Ведь у вас есть надежный компас для того, чтобы вы могли ориентироваться в море энергии Которая и есть ваша жизнь Этот компас – ваша интуиция Или, как еще говорят, голос сердца Вы совершаете ошибку, если пытаясь справиться с нестабильностью Руководствуетесь лишь рассудком Рассудок может подсказать пути, подходящие другим людям, но не вам Рассудок полагается на чужой опыт Он советует идти проторенной дорогой Но ваш путь другой Ваш путь только ваш, и вы на нем первопроходец Потому чужой опыт вам не подойдет У других людей есть знание, как жить в стабильности Но это вам ничего не даст У вас внутри есть другое знание, как жить в условиях перемен Это знание доступно вашей интуиции Включив ее, вы выйдете на свой собственный путь Найдете свой собственный стиль и образ жизни И это принесет вам желанное удовлетворение Прислушайтесь, что подсказывает вам интуиция Разве она говорит «Живи как все, ищи стабильности и определенности»? Нет Скорее она подскажет, что вам нужно такое занятие В котором может мало стабильности и предсказуемости Но которое не позволит вам скучать Она поможет вам найти и дело, которое вас увлечет И близких людей, если вы будете искать их не по расчету А по наитию Вы удивляетесь, почему люди, склонные к стабильности И спокойному течению жизни Не задерживаются рядом с вами Хотя вам, может быть, и хочется поучиться у них стабильности Это происходит потому, что у вас другая задача Научиться жить в условиях перемен, а не стабильности В этом воплощении для развития вам нужны перемены, а не стабильность Так не лучше ли найти людей, которые разделят ваше увлечение Ваше стремление к новизне Людей, с которыми вы не заскучаете Поверьте, в жизни есть то, о чем вы сможете сказать Это мое Островки стабильности в меняющемся мире Есть и для вас И вы обретете их, если включите в действие Свой интуитивный интеллект Интуиция и интеллект Вполне сочетаются и дополняют друг друга Вы можете быть интуитивным и разумным одновременно Следование интуиции вовсе не предполагает каких-то безумных, неконтролируемых поступков Напротив, интуитивный интеллект подскажет вам самые разумные и подходящие для вас пути Третья фаза Сёрфинг на волнах жизни Всё, что вам нужно сделать Перестать сопротивляться переменам Вместо этого Надо принять их и научиться жить в гармонии с ними Так вы сможете восстановить внутреннюю гармонию Так вы обретете спокойствие И даже будете чувствовать себя комфортно Несмотря на бушующие вокруг волны Ваша жизнь дорога, а не остановка в пути Если вы боретесь с этим фактом То лишь множите свои страдания Если вы принимаете этот факт И открываетесь переменам Вместо того, чтобы сопротивляться им Вы обретаете своё счастье Можно ли жить счастливо и комфортно Находясь в зоне прибоя? Да, более того Ваше призвание состоит именно в сёрфинге по волнам жизни Оседлайте волну Не сопротивляйтесь ей А используйте её движущую силу И она вынесет вас на гребень удачи Направит именно туда, куда вам нужно Чтобы научиться этому Вам нужно освоить искусство Достигать своих целей Не планируя путей их достижения Доверьте эти пути духу Он лучше видит дорогу И знает, какими средствами Ваша цель может быть достигнута Вы видите, что ваши планы То и дело нарушаются Значит, у духа есть лучшие планы для вас Следуйте пути своего сердца Научитесь улавливать течение энергии И вписываться в её потоки Вы можете получать всё вам необходимое и желаемое Просто оседлав волну Превратите вашу жизнь из планомерной деловой поездки В увлекательное приключение Где за каждым поворотом может ожидать сюрприз Если вы доверяете духу То он подготовит для вас только приятные сюрпризы И вы поймёте, что на самом деле Всегда хотели жить именно так Иначе не выбрали бы для себя урок перемен Субтитры создавал DimaTorzok